Утверждающий удар. Если предугадывать шаги заказчика, опять же, знать, что для него является результатом, и что для него является показателем, то всегда можно быть в плюсе. Важно иметь какой-то запасной вариант, допустим, несколько вариантов дизайна разрабатывать, или еще что-то. И проектный менеджер должен быть в курсе всего проекта, но при этом еще постоянно вникать в детали, чтобы можно было без проблем ответить. Ждать звонка, не ждать звонка, это тоже относится к не опаздывать навстречу. Из одной оперы, скажем так. Дальше, пожалуйста. Технологичность. По большому счету, многие компании-разработчики стюхивают свои какие-то фишки, навороты. Вот у нас такая-то платформа, мы программируем на таком-то языке, у нас есть еще такие-то фичи, и вот все это, как вот этот большой бутерброд, сразу пытаются пихнуть. На самом деле, ну, это заказчику, как правило, не нужно. Как сказал один из таких харизматичных персонажей в нашем вынете, что неважно, сверстан сайт на дивах или на тейблах, главное, чтобы он работал и работал корректно. Вот, это мой любимый слайд, который претерпел небольшие цензурные изменения, он стал гораздо культурнее. Что делать, если клиент дурак? Клиентов дураков не бывает сразу. В принципе, их не бывает. По одной простой причине. Клиента нужно уважать. Клиент, заказчик уже заработал свои деньги и дает возможность заработать компании-исполнителем. Только заодно это его стоит уважать. Но вообще, как правило, 90%, если идут какие-то непонятки между заказчиком и исполнителем, это, скорее всего, исполнитель как-то либо себя неправильно повел, либо что-то не так рассказал. Делать в этом случае можно множество вещей. Но бывает, что заказчик просто неправильно изъяснил свои мысли, достаточно его просто банально переспросить. Это все. Спасибо за внимание. Вопросы? Я специалист компания «Отком», директор Асил Сенка. Я думаю, что многие из нас здесь наблюдают на аэрпортале, как достаточно рискованно Олег выложил онлайн технологию создания сайта. Это обсуждалось поэтапно. Вот вопрос, Олег, к тебе, прежде всего. Много ли клиентов таким образом тебе удалось привлечь? Насколько ты сейчас загружен? Потому что мне этот вопрос очень важен, потому что я пришла сюда не зря. Переговоры начались. Да. Потому что когда мы имели собственную интернет-студию, занимаясь разработкой сайта, ну вот так сложилось, что сейчас этим не занимаемся. И имеем достаточно отрицательный личный опыт в создании хорошего крупного сайта на аутсорсинге, и когда действительно приходит компания, очень себя презентабельно ведет, мы сделали хороший достаточно аванс, разработали тех заданий, и в общем-то оказались в дураках. А что значит, что ты оказались в дураках? Когда клиент действительно объясняет, и ты понимаешь, как человек человек, что у него много заказов, он немножечко не успевает, и ты каждый раз говоришь, ну хорошо, завтра он уже исправится, он сделает сайт, и в результате, ну, я компанию не называю, потому что еще верю, что они все-таки выполнят свои обязательства. Ну вот первый вопрос, удалось ли таким оригинальным способом? Потому что это риски, я понимаю, что иногда можно взяться, и где-то вот, ну, технологическая цепочка сбойнет, а это же в онлайне. Вот удалось ли привлечь заказы? И вот я Артема знаю достаточно давно, в общем-то, и действительно я вижу, что и сайт получился неплохой. Вот, я думаю, Артем от этого тоже плюсик, потому что мы как-то примем внимание и к себе, тем самым, вот первый вопрос, удалось ли привлечь клиентов? Насколько вы загружены, потому что я хочу с вами уже в дальнейшем продолжить разговор? Ну вот, может быть, два таких важных вопроса. И что делать, когда клиент... И вот в конце проекта «Про линия» я обратился к Олегу с просьбой о структуризации, вот, о регенции нашего сайта. Да, да, да. И он мне ответил. Евгений, ты подожди немного. У меня нет на тебя времени. Вот это вот с точки зрения стороннего клиента. Хочу еще сказать... Зато это было честно. Да, это было честно. То есть это политика открытости, клиента-ориентированная политика, да? Это очень важно в нас в настоящее время. Хочу сказать еще большое спасибо Олегу именно за политику открытости при работе с нашей компанией. Это разница. То есть при надвигающихся, при нашей взаимодействии технологических проблемах он предупреждал заранее. Очень четко взаимодействие было. И, соответственно, большое спасибо за... Спасибо тоже, Женя. Айси, я правильно, да? Услышал. Отвечу теперь на ваши вопросы. Что касается реалити-шоу нашего анатомия создания сайта, был очень... Это ваша идея, простите. Нет, это не моя идея, это идея Артема. Как вы решились на этот проект не обладаетесь в интернетах? Идея на самом деле была рискованная. После того, как мы договорились, что все, мы будем с про-линией сотрудничать по разработке их нового сайта, мне Артем позвонил через пару дней вечером и говорит, давай сделаем вот такое вот шоу прямо там в каком-то блоге или еще где-то, где будем поэтапно все это дело выкладывать. На самом деле безумно рискованная идея была, потому что если бы все пошло как-то не так... Если бы Артему не понравилось, то да. Если бы мы еще что-то не так сделали, на самом деле можно было бы просто на своей деловой репутации ставить крест, закрываться и ехать в Таганрог. Но, естественно, это для нас было достаточно затратно, потому что все равно приходилось гораздо больше уделять внимания, чтобы была важная обратная связь, ну даже банально на том же Ярт-портале все это описывать, рассказывать, там как-то фотографировать. У нас было больше встреч, чем обычно у нас планируется по разработке, но скажу честно... Но зато на вас обратили внимание, на чем вы сказали. Скажу честно, окупилось уже, да, тоже.